Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 1126. Событие дня. Псалом 34, 9. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут, Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом, за добро, сиротством душе моей. Объявление. Умерла тут сестра, попросили дать такое объявление. Может кто-то пожелает помочь. Тут и ролики, все доказано, что без обмана. Есть у людей желание помощь оказывать. Просят адрес. Вот мы даем адрес. Прочитайте это место и как Бог расположит. Я всегда говорил, которые желают помогать, если хоть один процент из ста есть подозрения, то не помогай, не надо. Ты для нее человеку даешь, Богу даешь. Она много накопила богатства, княгиня, осталась одна. Ну и теперь уже думает о спасении. Даже это называют почему-то Примадонна, Угощева. И вот она теперь вышла, стерла с себя эту пакость. И старушонка стоит, согнулась. И это тоже принесла Арсению Великому в пустыню. Не сама, конечно, несла, слуги. Ящик с золотом. Все состояние. И поставила кладырь. И говорит, поставила, он даже ноль внимания, говорит, здесь у меня, я вам принесла, ну, по нашим деньгам, 800 миллиардов. Он говорит, ты кому принесла-то мне? Я не нуждаюсь. Ты Богу дала, ну и си мы разговаривай. Я ж просил не носить еще, ты принесла мне, а теперь караулить его должен, что ли? Ну, Господь знает, если надо, он сохранит. Прямо около дверей поставил, а то и в стенки поставил где-то. Наталья. Игнатий Тихонович, я говорю маме, что за аборты ты не имеешь права причащаться и за другие грехи должна стоять в оглашенных. А она мне говорит, я покаялась, исповедовалась, постилась, и мне священник разрешает причаститься. А я-то вижу, не было никакого покаяния. Раньше всегда носила платок и платье, а сейчас юбка до колен и в брюках, и красит волосы, и даже молится и крестится. Не может правильно креститься, молиться. Знает, что это считает. И в молитве много лет крест на теле не носила. Я сколько раз и говорила. Пойди купи, так на старости лет одела кое-как. И считает себя православной. Как это больно! Родная мать, и вот-вот отойдет другой мир, а спасение души не ищет и не интересует. Я столько молилась о родителях, чтобы они хотя бы покаяние перед смертью имели, и братья, и сестра, и Евангелие считала за них. А коснулось Евангелия мое сердце, и покаяние Господь дал мне. А сейчас и молитва за них не идет, и они Бога не ищут, как горох об стенку. Библия совсем для них никакого значения не имеет. Ну, Наталья, я знаю, понимаю это состояние, у меня такие же и брат есть, запиваются, и еще не сделаешь. Ты продолжай свое доброе дело делать, но вот, главное, это Татамас, она ходит и причащается, а священнику ему, это даже не трын, трава, даже этого нету. Ни трына у него нет ни травы. Она исповедовалась причащать, но она не исповедовалась и причащать, но причащать. Что она причащается? Когда недостойно причащаются, болезни причащаются. Черные эфиопы мещутся во время ритургии и уголь толкает в рот людям. Житие Макария Александрийского 19 января. Считайте, считайте, дойдет, может, что-то где-то. Я пишу, дорогой Вячеслав, благодарю. Прочитал все три ваши статьи, касающиеся отца Владимира Головина. Благодарю и не отрицаю. Считая, выправил все не столь многочисленные орфографические запинки и все три ваши статьи к себе в архив. Всего утром сегодня в событиях дня озвучу ваши мысли. Буду рад побеседовать с вами и вашими друзьями и родными. Плотник пишет, эта беседа особенная, не такая, как всегда. Изусы Игнатия Тихоновича металл и огонь. То есть или металл бросал, или если два л, то это металл, железо. Я тут побоялся выправлять, даже так и не понял. Андрей, братья, подскажите мне, невеже, как можно оправдать молитву за ушёбшую по Библии? Баптист говорит, что такого нет в Библии. По преданию, наверное, только. Вот и спрашиваю вас, вы умнее меня? Сергей Птушенко, еретика после первого-второго разумления отвращайся. Китутри 10. Ну и считает вопрос 620-й, второй том открытым оком. Самый яркий такой пример это молитва иудеев за своих собратьев, погибших на поле брани. После битвы с удумеями под хитонами падших в сражения иудейских воинов были обнаружены посвященные и амнистские мыдалом вещи, захваченные в качестве трофеев. Поскольку подобное приобретение было явно греховным, то сделало всем явно, по какой причине они воины пали. И когда все иудеи обратились с молитвой к Богу, прося, да будет совершенно изглажен содеянный грех. Больше того, сделав сбор со всех присутствующих, Иуда Маковей послал приношение в Иерусалим, чтобы в храме принесли жертву за грех погибших, и по слову Писания он поступил весьма хорошо и благочестиво, благочестно, помышляя о воскресении, то есть заботе сопрощения своих собратьев в день страшного суда. Посему принес за умерших умилосемительную жертву за разрешаться от греха. Смотри, 2 Маковейская, 12 глава, 39-45 стихи. Отрывок совершенно исчерпывающий для того, чтобы понять, что в ветхозаветные времена существовала традиция молитвы и принесения жертв за умерших. Вечные муки. «Есть ли польза от наших молебнов об умерших?» Отмечаю. Борис, вот Промский монастырь, божественная литургия, память преподобного Серафима Саровского. Предлагаю братьям и сестрам посмотреть, как правят службы иерармонахи. Особенно обратите внимание, как он небрежно крестится. В алтаре, произнося молитву, пользуется мобильным телефоном. Короче, сами посмотрите внимательно, что происходит святая святых. Кстати, монахи установили видеокамеру в алтаре, сами не ведая, как они себя дискредитируют. Андрей, спаси Господи за ответ про молитву за усопших. Сергей Птушенко. Слава Господу и благодарность Игнатию Тихоновичу за его труды. Андрей, что бы я делал без Игнатия Тихоновича, ведь через него я хоть немножко стал верующим. Чудные твои дела, Господи, слава Богу за Игнатия Тихоновича. А еще хотел спросить, а книгу Маховейскую считают канонической? Сергей Птушенко, нет. Канон определяет церковь и 11 неканонических книг включены в Библию. Церковь рекомендует пользоваться всеми книгами. И дальше с предисловия на неканонические книги моё прямо перепечатывают. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях. Такие, как и Англатоус. Чтение неканонических книг рекомендовано по местными соборами и спятыми отцами. Ладикийский собор 59-60 правило 354 год. Карпагенский собор 33 правило 318 год. Апостольские правила 85-й 1-2 век. Афанасия Велика о праздниках. Стихи Григория Богослова и Амфилохия. Вопрос к сектантам. Откуда они узнали различия между книгами достоверными и подложными. Между каноническими и неканоническими. Если скажут от евреев, то они подлежат проклятию вместе с евреями. А если скажут от церкви, то будут противоречить самим себе. Значит, нельзя утверждать, что достаточно одного слова Божия, описанного для вероучения. Ясно как день, что еще нужно и предание и руководство церкви. Упрекая православие в использовании неканонических книг, а они сами умышленно прячут бревно с сучками в собственном глазу, используя в проповедях всяческие историки и подчас эзотеистической литературы, все это от своего чрева. Вопрос 679. Одинаковы ли авторитетно канонические и неканонические книги Библии? То есть, обладают ли для православных неканонические книги божественным авторитетом? Почему сектанты отвергают эти книги? Разве есть ли что-то для них неприемлемое? Это из моей книги «Открытым оком», 2-й том, 679-я страница. Ответ. Если этот вопрос зададите сектантам, не рядовым, а их руководителям, показать конкретные места писания в неканонических книгах, которые противоречат каноническим и по смыслу, и по духу, то они ничего не укажут, кроме того, что в одном месте Сирак допускает выпить немного вина для веселья. Все это идет от нашего научения, от нежелания самому исследовать, от упрямства. Наталья, Андрей, у баптиста одна задача оторвать вас от церкви Христовой и обратить в свою ересь. Берегитесь, чтобы не заболели духовно от него. Я на вашем месте бы вообще ему ничего не объяснял, а он видит то, что вы ничего не знаете, и пользуется этим. В вашем случае вы будете от него только раздражительным и гневливым выходить. Он трус. С Игнатием Тихоновичем не хочет говорить по скайпу, и на занятия тут не хочет подключиться хоть раз и послушать. Рахиль, Наталья, ты как всегда права. И вдруг показывает фильм года второе пришествие Христа. Андрей, спасибо Господи за ответ, Рахиль. В этом фильме православная американская церковь. Наталья, вот это да, в монастыре и так крестятся. Это как же все на них смотрят и тоже так крестятся. То, что такое есть, меня не удивляет. Но надо же на камеру так снять. Это надо патриарху Кириллу послать с хорошим разъяснением по Библии, канонам и жития святых. Ну, это только Игнатий Тихонович может сделать на весь Ютуб сеть. Может, люди перестанут ездить по этим монастырям и тратить на дорогу, Борис. Наташа, у меня точно такое мнение сложилось после просмотра данного видео. Дикий ужас творится в данном монастыре. Чему хорошим могут научить мирян и ермонахи? Ну, а по поводу обращения к патриарху, думаю, это бесполезно, потому что в самом храме Христа Спасителя творятся еще большее беззаконие. Ну, посмотри, как патриарх крестится-то. Он налево только подмышку руку сует. И все архиереи где-то около пупа по перечину делают. Это я говорю. Виталий, а бы как крестятся почти все, это норма. А архиепопы задают тон. Наталья, как бесноватые себя ведут без страха Божия и благоговения. Так хоть люди увидят в интернете бесовщину-то. Я этих монахов навидалась. Меня ничто не удивляет. Да только одно, люди настолько глухие и слепые все свои надежды и скорби несут туда, думают получить помощь. А на самом-то деле и духовно можно заразиться. Это представляю таким наисповедей, что они посоветуют. Это же ужас. Тут только бич Божий поможет разогнать со всего мира их по горам, по лесам. Меня даже удивило, что во всем земном шаре родился такой Игнатий Тихонович, который вывел все на чистую воду во свете Библии. Если бы Игнатий Тихонович не родился, где бы мы были и миллионы людей, которые знают и смотрят канал Роман. Монахи не с марса к нам попадают. Монахами становятся такие люди, как мы с вами. Мы не благовествуем, и они не хотят. Мы, не родивых об исполнении заповедей о всеобщем благовествии, не родим. И они тоже не хотят исполнять заповеди, глядя на нас, которые постоянно занимаются тем, что их критикуют. То есть, типа, что мы лучше их. Наталья, кого тут критиковать-то? Вы посмотрите, как он Евангелие считает. Он и сам не понял, что считал. Ими не становятся, они бегут от Христа и самих себя. От своего я не убежишь, от него надо отвергнуться и следовать за Иисусом Христом. Монахи самые упертые, упрямые, горделивые, поэтому таким Бог и противится. считает Евангелие для кого? Кого и как харкнет? Это что, по вашему благодати любимое слово прелесть? Действительно, у них только одно гордыня прелесть. Хочешь что? Гордыня прелесть. Почему? А это чем они болеют? Этим они отхаркиваются. Виталий, это и есть сверх прелесть. Ароман, или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выносу сущок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер. Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как выносит сущок из глаза брата твоего. Другими словами, или как можешь сказать брату твоему, дай я расскажу тебе о том, что ты в прелести, в сверх прелести, когда не видишь бревна в своем глазе. Виталий, зачем видеть? У нас роман есть. Роман. И что толку от моих слов-то, если я сам очень мало благовествую? А все потому, что плохо прошу Бога, слава Ему, талант, отвергнусь из себя в жизни своей и следовать за Христом. Хвала Ему. Ради Евангелия, ради благовестия. И, значит, даже не стараюсь брать крест благовестника, чтобы следовать за Христом, благодарение Ему, который должен взять каждый христианин. Наталья, зачем нам брать крест каждого христианина? Вы свой возьмите и молите Бога донести. С вас, как неженатого мужчина, на суде Божьем больше спросится. Все слово Божье к мужчинам относится, а нам быть послушными и повиноваться. Роман, изменил слова, которые вы неправильно поняли. И даже не стараюсь брать крест благовестника, чтобы следовать за Христом, благодарение Ему, которое должен взять каждый христианин. Наталья, кто-то, как Мария Магдалина, а кто-то, как Марфа. А у нас все в одном. Либо вы не понимаете до конца, что хотели написать. Либо кто-то, как апостол Петр, он женатый. Или как апостол Павел, неженатый. И оба несут благую весть, куда Дух Святой направит. Роман, а всем надлежало бы нам говорить много, но трудно и толковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий питаемый молоком не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к разрешению добра и зла. Евреям 5. 25. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмертяю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. 1 Коринфян 9 глава. Итак, надо бежать, чтобы быть первым, совершенным, спасенным Христом Богом благодарения Ему. Надо успевать бежать и семью накормить, и благовествовать по пути в магазин, в школу, в детский сад. Это я очень редко делаю. Незнакомым детям благовествовал во время пути домой, когда был на катании с зимней горки. Слава пишет. Мир вам, Семенов. Благодарю за видео. Вы так живо отреагировали. Матушке Ирине Головиной и сыну протеерея Владимира Головина, протеерею Анастасию, уже передал этот ролик с контактами скайпа. Матушка уже ответила, что обязательно покажет это отцу Владимиру. Поэтому ждем ответа. Благодарю за оказанную душевную радость. Я пишу. Жду вас и ваших друзей и родных с вами в скайпе с любовью Игнатия. Слава. Слава Богу. Как подготовлю вопросы и соберу всех, предварительно вас предупредив, обязательно вам позвоню. Пишет сестра Екатерина Голубева. Мир всем! Дорогой Игнатий Тихонович, ролики, которые вы мне скинули, я видела, но мы не про них говорили. Ну да ладно. То есть еще один я сегодня его выставил. Потому что на чем она записывает, не знаю, наверное, раз в 20 больше тяжелее делаются ролики, а сами небольшие. Я их не могу скачать даже. на этих зимних каникулах я четыре раза ездил в больницу для раздачи Евангелия и Благовестия. Из них со мной два раза ездила сестра Татьяна, еле уговорила ее на это дело. Господь благословил и слава Христу Благовестия. Но как уж вышло, не судите строго. Самое первое мы вам скинули, и оно выставлено на вашем канале. А вот другие мы скидываем вам сразу же. Из них первых два ролика сняты в одной палате для одной бабушки. Их можно соединить. Потом третий ролик был заснят в другой палате и в другой день. А последних три ролика были засняты 3 января, это 4 и 5, в одной палате, где нас хорошо слушала одна 17-летняя мамочка. И еще одна больная, которая потом вышла из палаты. А последний ролик о том, как я считал из стихи для четырех медсестер в их небольшой комнатке. Но поскольку все происходило в одной и той же больнице, только для разных людей, то можно все ролики соединить так, как они идут. То есть в той же последовательности. А по времени они все вместе будут где-то на 1 час 19 минут. Пока мы там ходили, раздавали Евангелие, то было всякое. Кто-то хорошо принимал, а кто-то и прогонял из отделения дежурные медсестры, а другие медсестры, наоборот, бегали, меня искали, чтобы взять Евангелие. Слава Христу за все! Аллилуйя! Все бывает, не без искушения. Вы, Игнатий Тихольевич, говорите, то и бывает весы. То есть кто-то нам рад, а кто-то нет. То есть руки раскинь по сторонам, там хвалят, другая рука кверху, наоборот. Но для души полезно и то, и другое. И Господь везде помогает и даже исполняет мои желания, которые я, конечно, прошу к Его славе. Прошу так. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Кафизма 16, 113-9, Псалом. Игнатий Тихонович, благодарю Господа и вас лично за ваши молития о Михаиле. Он нашел работу и уже с 9 января работает, да и всех тех, кто за него молился, поблагодарите. Прошу прощения у всех, кто хотел бы со мной пообщаться в одноклассниках или в чем-то подобном. Там я не бываю, просто не хватает на это времени. Смотрите сайт «Восвяти Библии», и я думаю, вы все там для себя и найдете, как я нашла, что долго искала. Слава Христу, Аллилуйя! Всех, кого раньше называла поименно, помню, вы в моем сердце, да и многих еще, кого не называла, а парализованного Сергея Козлова особый поклон, да поможет ему Господь, Екатерина Голубева. Ксения, дорогой Игнатий Тихонович, это переписка с тем самым Вячеславом Семеновым, статьей, которую вы считали. Ваша просьба организовать беседу с отцом Владимиром Головиным передана ему жене, матушке Ирине Головиной. Наталья показывает. Игнатий Тихонович, спаси Христос вас и вашу общину и труды. Как я люблю эти ролики с проповедями. Такие они глубокие и обличительные. И сколько много узнаешь сразу и из Ветхого и Нового Завета. Это Дух Божий через вас говорит. Наталья, когда, Игнатий Тихонович, и батюшка присутствуют при беседе, так приятно слушать. Очень хорошие ролики получаются. И вот на покаянии стоит. Вот, Володя, ты это не видел, посмотри. Что ты подумаешь об этом человеке? Вот он стоит, кланяется. Что это означает? Сейчас дальше буду текст считать. Ну, не знаю. Богу молится? Ну, походу. Андрея Критского никогда в мире не видал такого. Слушай внимательно. Это молодой человек. Китайский министр социального развития и коммунистических реформ. Хонг Чжинг на пресс-конференции встал на колени, что упакается перед народом за слишком позднюю отмену платы за коммунальные услуги. Вот чего нам не хватает. Чиновник сделал это под камерами информационных агентств телеканалов. Кадры его покаяния быстро облетели СМИ и были показаны в прямом эфире китайского государственного телевидения. Это 36-летний министр попросил прощения у народа Китайской народной республики за то, что запланировано еще на 2010 год отмена платных коммунальных услуг была реализована с 8-летним опозданием. СМИ это позор нашего министерства и его несмываемая вина перед Китаем. Много лет назад нам было дано поручение прекратить феодальную грабительскую практику, когда с народа взимаются сборы за принадлежащие ему ресурсы. Было много экономических и социальных причин, по которым нам приходилось не раз откладывать это. Но когда мы держим ответ перед народом, то никакие оправдания и пояснения не скроют наши недостаточные прилежности. Обязанность каждого правительства своевременно и безустанно обеспечивать достойную жизнь для людей. И в этом мы допустили непростительную медлительность. Я хочу встать на колени перед каждым китайцем, который эти годы был вынужден отдавать плату за наши общие выработанные ресурсы и попросить у него прощения, сказал он. Предыдущий министр социального прогресса, так ведомство называлось до 2016 года. В прошлом году был осужден на 12 лет трудовых лагерей. Следствие возложило на него ответственность за низкие результаты работы ведомства. Кроме того, он был осужден за аморальный образ жизни. Высокопоставленный чиновник каждый год ездил на отдых в Европу, имел автомобили на марку. У него дома обнаружили дорогостоящую хрустальную посуду, иностранную стенку и коллекцию порнографических карточек. Согласно законодательству КНР, чиновники не имеют права вести демонстративно роскошный образ жизни или получать привилегии перед трудовым народом. Ой-ой-ой. Я сегодня тут выписал такие моменты интересные кому-то может быть. Страшные, трагические. Ну, выписать-то выписал, а как? Вот вышел сверхжурнал Московской Патриархии, номер один, 626 за 2019 год. Считайте в номере. Внимание, читатели заслуживают интервью архиепископа Бакинского и Азербайджанского Александра, в котором он подробно рассказывает об истории христианства на Азербайджанской земле, показывает картину современной жизни православных верующих в этой стране. Материал подготовлен к 20-летию со дня образования епархии. Ну, что сказать? Журнал Московской Патриархии, вот все эти картиночки тут стоят. Ну, правда, на первом месте поставили, я его сейчас уберу, мне тут это не нужно, в другом месте пусть я это не пропагандирую. Не знаю, еще это не открывается. Вот она, удалить запись, спрашивает, да, да, я его убрал. тут у меня свои есть. Но, дальше я хочу сказать про Азербайджан. Вот сейчас я открываю свой архив, ну, и сразу ищу, где тут Азербайджан. Вот. Где-то тут есть, вот она, Азербайджан. Вот, послушайте, 13 января 1990 года в столице Азербайджанской СССР начались массовые погромы коренного армянского населения. Ну, и дальше, что пишут, прочитайте, как армян выбрасывали в окна, русских убивали, там показаны кучи наваленных трупов. Вот, посмотрите, никто покаяние принесет. заговорили, документы, тут все, какой генерал был, как что было, партия в это время была, где-то в Огонек, номер 6, 1990 год, в других местах, кровопролитие ужасное было, люди бежали тысячами. до времени кровопролитие удавалось избежать благодаря русскому коменданту города на требовании руководства Народного фронта убрать всех инородцев. Генерал немного подумал и, что-то подсчитав в уме, заявил, что ему достаточно четырех суток для эвакуации некоренных жителей. то есть они обрадовались, ну вот, наконец-то, после чего я превращу город в мусульманское кладбище, то есть уберет всех, которые не азербайджанцы. Желающих экспериментировать не нашлось инородные защитники отступили. Ну, дальше распад страны начался и прочее, прочее. А мы там были, вот там как раз мы в доме Мулы ночевали, там живет наша Самира, вот так. С 13 января начались погромы. Мой ребенок, вцепившись меня, говорил, мама, нас сейчас убьют. То есть с этажей сбрасывали, убивали подряд. Ничего, войска уйдут и здесь на каждом дереве будет по-русскому висеть. И русские бежали, оставив квартиры и все. Вот так. Ну, что-то говорить. Дает данные. Согласно докладу председателя русской общины Азербайджана Михаила Забель на 2004 год. В стране осталось около 168 тысяч русских. Тогда, как на 1 января 79-го года в Азербайджане проживал около 476 тысяч, то есть 300 тысяч. Слава Иисусу Христу! Дальше. В 22 районах республики насчитывалось около 70 русских населенных пунктов и поселений. Вот так. В 89-м году в Азербайджане проживало 392 тысячи русских, не считая других русскоязычных. А в 99-м году 176 тысяч. Ну, развалу Союза, его разглаблению. Вот так вот. Это вот то, что сегодня ответ за вчерашний день. Большая пришла мне почта. Вот так. От Стива Мичела получил ролик. Он снял и очень хорошее письмо написал. Сейчас тут буду давать ответы и командировать туда человека попросил он к ним, чтобы у них там пожил. Вот сейчас будем думать это все. Ну, а так-то по себе-то тут что. Сижу тут дома один. Голуби у меня покормить, выпустить два раза погулять, кошек накормить, воробьев, жуланов, других птичек. На улицу будет вынести золу. Вот есть что. Утром рано я первый стою печь затопить, готовый все занесено. Это тоже мое. ну и показать вот наш цветочек мне тут бросил прямо на лицо. Говорит. Это мой мир, люблю его. И вот форум наш. И вот наш здесь видеоканал. вот православный видеоканал. Ну вот тут что сказать. На что на первое место вышло? Тут кошки посмотрели 122 тысячи. 127 благовестия раздачи Евангелий. Ну вот сегодня вот я с утра встал 13 роликов выставил. 13. Тут с Юрием мы беседовали больше часа. Уже 54 человека посмотрело. Вот Володя насчитывает золотые руки. Здесь 33. На этом на сегодня все. А у нас еще большой православный видеоканал. 4 тысячи сада 4 ответа. Ой кошки тут меня сбивают.